Жители Шкодовой горы встретят холода без отопления. В микрорайоне попросту нет котельной. Раньше жильцов отапливал нефтеперерабатывающий завод, но в этом году предприятие помочь людям уже не сможет. Проблему обещали решить в мэрии, но прообещались. Так что горожане вышли на митинг и готовятся к перекрытиям дорог. Жители Шкодовой горы собираются на митинг у проходного одесского НПЗ. Котельная завода давала тепло всему микрорайону. После череды скандалов, судов и национализаций отапливать квартиры предприятие больше не может. Нам нужен руководитель. Ну, пообщаться можно с кем-то. Чего вы прячете? Прятались, как эти зайцы. Пикетчики объясняют, их дома стоят на балансе города. Отапливать их должна городская котельная. Построить ее в мэрии запланировали еще весной 16-го, но к работам так и не приступили. Труханова об этом знает. В прошлом году он выступал, что у нас здесь проблема, что нам надо, они будут строить нам мини-блок, мини-котельную будут строить. Труханова об этом знает. Я считаю, в первую очередь, он виноват. Мы находимся на балансе города. Из-за прошлогодних перебоев с теплом дома на Шкодовой горе уже рушатся. Пенсионерка Раиса показывает свой подъезд и квартиру. Стены отсырели, потолки покрыла плесень. Голову закрываю, в шапку ложусь и так нос чуть-чуть глядывается, как на морозе на улице. Если утопление не дадут, мы будем по сменам дорогу закроем, вот так, чтобы ни одну машину не будем пропускать. И все, и будем дежурить, пускай любуются. Этой зимой холодомор грозит жильцам 16 домов, а это около тысячи человек. Среди них и дети, и пенсионеры. Вопрос городской власти, почему у нас нет котельных? Вопрос, почему? Почему дети должны мерзнуть? Почему мы сегодня должны собраться, оторвать всех от работы, жильцов от дома, от семьи? Почему? В мэрии комментировать ситуацию отказались. Тем временем жильцы микрорайона грозят перекрыть дорогу, ведущую в Одесский порт. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал.